Прошу извинения, зря я сразу коньяка не выпил, сад перед началом. Невозможно, тяжело, потому что все это представляешь, что на самом себе, а на противо на святой, шедшей к себе. Так что, простите. Вервы ни к черту. Наша мирная действительность, в смысле, с девятого года, начиная с трех и на донецке, так что сами люди, у всех, наверное, тоже сами. Постоянно стрессы, то Украина, то еще ничего. Переживаешь, как будто тут свой собственный дом, а вот надо переживать. Опять Украина, безборься. Она у нас не переживает, все нормально. Так, вот эта песня недавно ее закончила, окончательный вариант. В принципе, это уже песня, которая на выводе написана или после вывода, это конец войны, тогда приближаемся к окончанию арганской кампании. Действительно, в 88-м уже году, вторая была командировка со спецзаданием, уже не как командир боевой группы, поехал, как бы журналист, а поехал. А поехал, чтобы пресечь попытки враждебные, испортить наш вывод. И получилось, в 89-м, по-моему, второе, на окончании вывода, это 80-е начало, окончание, написал много песен, не все, до конца написал. В конце концов, получилось нормальное. Орден получил на Красной Звезды, с городом названием, командир группу специального значения 40-го армии. Знаете, за что написано? За обеспечение безопасности и вывода. Вот, чем хожу, значит, значит, армия дала то, что не дала, не дала, почему это комитет безопасности, ну, не важно. И что там было? Значит, из официального доклада, я правду говорю, не вру, никогда там, это по документам, официальный доклад не мой. А политработник, партийный туда, детика зачистили на вывод, там, из ЦК. Вот доклад, выдержка из доклада. Значит, после 85-го года, по-настоящий момент, 40-ая армия, сплошь, состоит из антисемистов и сталинистов, и антисемитов. Как вам фотографировочка? Ну, любопоку. Основной офицерский состав. Члены ГПСС, которые нас призывали за интернастализм, ехать в другую страну, и там, по-вел. Я ничего не имею против евреев, против всех других, китайцев, арабов, народа племени майя, пока не наступает на мозоличное время моей семьи. У меня что свой, что чужой, все равно. Желание взять и убить на месте, просто. Ну, а так, интернационалист, вроде бы, как, в хорошем понимании. И у меня был друг хороший, вот, так расскажу, от отникли, если он не умеет. Ну, если все правительство Украины из них состоит, значит, Порошенко и Цивюков заканчивают. Что поделать, значит. И наши олигархи тоже там такие же. Все давно разделили. Так вот, вопрос в том, что не бывает национальности. Был начальник клуба в 860-м полку. Капитан, звали его Семен, фамилия, по-моему, модель Мат. Капитан. Его ненавидели, потому что он еврей, а офицеры. А я с ним загружился. Он пил больше русского. Больше меня, по крайней мере. Точно, значит. И все. Говорят, что его на боевые не пускают, относятся. Когда он погиб на операции, поехал куда-то, кинофильмы какие-то повез. И на колонию, а по-моему, погиб. Такая была версия. А в полку и у нас у всех была, значит, прапорщик погибает. По 20-чем сдаются. И мы тоже. Куда мы без полка-то? Хотя отдельно здесь километров. Офицер по 30, или по 40, я даже не помню. Когда погиб Семен, значит, офицеры отказались, ничего не сдавали. Мы узнали, я приехал туда. И вместе с Голбатов-2, со Славой Масловским, вот с этим Ольбингосом, с разными глазами. Которых ни чертон сильно не боялся. И колоды в один, много колодок. Пришли спящие, спохмельные, офицерские моды и стали матом ругаться на всех. И получил их действие-то вообще. Возумели. Забрали потом все и отправили вот этот, все его офицер, прапорщику состава полка. Отправили его жене эти деньги. Ну, что там, вот выделяло государство, 3 тысячи на похороны, там, на все профилы. Вот, а тут, ну, и потерю кармическую, конечно, не искупить, но, тем не менее, куда-то я отфлёк национальный вопрос опять. Вот этот вот заключительный отток. Уж извините, ветеран. Чего? Нет, он просто погиб. 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 Капитан в очках, он ходил такой, я ему ещё привёз, попросил, я поехал, в кундуз привёз. Часы радио, часы, понимаешь, какие были? Часы эти японские, вот с этим циферблатом, идут черноушки, как эти, может быть, программу слушать. Подарил ему. Вот, кинем, он буквально плакал, потому что не пускают на операции, не нажать. Пули не разбирает какой-то национальности, обрезанный ты, не обрезанный, главное, за что ты выявишь, никак понимаешь. Ну вот, дальше, почему эта песня вообще появилась на свет, потому что отношения до 89-го года. Я помню вывод, я выходил в Термес, и 6-го, в ночь с 5 на 6 февраля 89-го года я пробрался в Термес. Ну как пробрался? Я пришёл с Володимой армией, со 103-й дивизии, и только потому что шифровка была дана, у меня местный особист, я долго монтался и искал хоть кого-нибудь здесь, они меня переправили через, до нашего поста в Термесе, и там, сволочь, сержант, старший пограничник, было без 15 минут 12, это с 5 на 6 февраля. Он меня не пускал, штамп в паспорт не ставил, он у меня общий гражданский штамп, ему не имею права, ему же особист говорит, ну какой ты мой, ты же там, меня ждут в офицерском, там, не имею права, уперся, ну, благодаря, я ничего не сказал, это я говорю, что пограничники, самые такие, твердоубеждённые люди, и только 5 минут 6-го, а мне надо будет 150 афганей куда-то списать, на командировку, это я потратил, а тут вроде, 6-го уже, ну не важно, это уже меркантинный чё-то. Неважно, вот, состояние 40-й армии по описанию партийных работников и политотделов всех возбужден, я не согласен с ними в корне, потому что то же самое, что в любой другой войне, но вот такое вот. Мы уже не считаем контузий и ран, но изъеденных солью солдатских рубах, Ставят бурые метки страна, мусульман. Где-то там далеко, где родные просторы, где бескрайние леса и бескрайние поля, Здесь, в чужой стране, лишь пустыни до горы, не такой горизонт, не такая земля. Может, кто-нибудь нас проклянет и осудит? Мы живые и павшие сыновья. Только родина нас никогда не забудет, Мы живые и павшие сыновья. Здесь, встречая сердцами, свинцовую вьюгу, Мы узнали, почем и вода, и слеза. Протяни мне за брат уцелевшую руку, Мы открыто посмотрим друг другу. Глаза отстывает в горах дрязно-серая осень, И грозится снегами шальной горизонт. Мы уже ни наград, ни признания не просим. Мы давно нахлебались алгарских sweet 42-го, Мы уже ни наград, ни признания не просим. Мы давно нахлебались с афганских человеком. Там шесть полков, в основном – зенитные ракеты, там некого было спины. Наше небо полностью в Афганистане. В Патистане только начинали готовить, как летчик, как летчик. Все небо принадлежало нам, и, значит... Эта песня посвящена не нашим. Наша команда, слава Богу, жива. Все в Афганистане, по крайней мере, почти все вернулись живыми. Потом стали умирать в мирное время, от старости, от старых ран. А так вот, ну такая очень спасибо у многих. Не обязательно бойцов команды «Каскад». Я знаю многих друзей, авторов, исполнителей песен. Солдатский аппер-фестиваль в Башкирии в начале 50-х встречался. Они стали в Афганистане и пели здесь потом хорошие песни. Но кто-то умер в госпитале недолечный. Кто-то подсел на наркотики, начался наше, закончил все чего-то. И умер от пели доза. Кто-то сел в тюрьму. И в тюрьме встречался с такими. Они говорят, я честно сижу. В Дубровлаге мы уступали особой зоной. Там начальник клуба, который 10 лет сидит. Афганец, парень. У него ордена. Был какой-то один орден, бедаль. Он на Афганистанта честно сказал. Но потом на свадьбе у своего афганского друга в пьяном состоянии гитарой убил этого друга. И честно получил. Но бывает, афганский синдром. Срываются и бьют. Куда попало, сметнут люди и начинают убивать. А его учили убивать. Вот он сидит и вот я при любви сижу. Он на черном клубе был. Так судьба у многих похожа на то, о чем мы сейчас поем. А название каскадерами – это просто название одной из операций. Проводилось комитетом госбезопасности Чикистской войсковой в Афганистане. Она с 79-го со штурма Кабула. И продолжалась до 83-го года. Каскады – это первый, второй, третий, четвертый. Это название операции. Всех дали каскадерами. Секретная тайна, но летчикам… Вот вертолёв, скажи, каскад. Я в 89-го, надо было полететь куда-то. Летчикам не врали куда-то. Или в канон. Они говорят, я из каскад. Полетели. Правда, два раза летели неудачно. На Герат не прорваться. Они меня выкинули оттуда. Говорят, слушай, каскадер, тебя не убили. Что ты сейчас уйдешь? Мы не возьмем. И я с амбатцами сплетал. Тоже не прорвались, но на Авганске. Полтили к авганской вертолётной полке. На Сверху камни сорвались. И их уже четыре. Однажды четверо пошли в кишлак под юноханую. И власть народную спасли. Но их осталось трое. Три каскадёра шли в песках. При низе два и два. Один ловушку прозевал. И их осталось два. Из кишлака, услышав, крепко решили. Поглядим. Но там был снайпер-штурмальник. И их уже один. Один вернулся. И ему молиться бы судьбе. Но стал не нужен никому. И главное – себе. За рюмкой коротает. Не разжёг себя татура. И снова встретились они такие. Песня забирательный образ. Алёшки, Серёжки и Сашки. По статистике. Вот в 40-й армии. Сам распространённый бойцов официал был Сергей. Вот так вот сложилось. Вот Сергей. Разбрал Три Морозовых. Ещё как выясняется. И не просто Три Морозов, а Игорь Николаевич. Через три пятьдесят первые. И все трое. Рожены двадцать второго мая. Один потом комсомольский советник был. Сошёл с ума. Говорил, через четыре. И судьба мне известна. Второй большой чин. Выдвигался в 2000-м на должность губернатора города Рязани. Но Шпак его обошёл. Десантник. А подставлял меня всё время, скотина. А судьба такая же. Внешняя разведка. Подполковник только он порвал. В 89-м свой партбилет. А я нет. Я до сих пор его храню. И поэтому от старшего Зюганова и КПРФ никуда не вступаю. Сам себе ген-сек. Сам себе. И Морозов вот двое. Ну вот. И я от этого вечно мучаюсь. То права не вот дают. Потому что где-то я в Русске нахожусь. Хотя мне и я. Сами выдали. Тони, комитет госбезопасности, не даёт мне справку о том, что я вообще там был. Вот такой у меня был оклад там. Потому что уже выдали. Это член Думы. Губернатора этого, как его, Нижнего Дома. Дурак дураком. Я вижу, что он покорю. Такое несёт. Ну даже стыдно, что обидно. С умным видом. Ладно. Значит. Война не кончилась. Значит. Называется. Рейд. Закончил я. Идея была давно. Закончил я давно. С вашей помощью довёл её Дума. Сейчас послушаете. Я на каждом концерте её пел практически. Вот на прошлом. Сейчас пою. Называется Пастараль. Афганцы. Пастараль. Это такая рубочная картинка. Лужовый пастушок там. Пастушка где-то. Чего это там. Куда-то идёт. Этот на зверели играет. Такие арестовали. Это в 17-18. Такие. Вот такой вот. Это затишье перед боями. Вот горы красивые. Поля зеленее. Тут майки. Здесь конопля. Вот так. Разумительно. Все цветёт. И шаки орут. И приходит приказ. Весь чёрт не знает куда. Кто-то там в штабе написал маршрут. Вот по горам туда. Чёрт на рога. Ну поверь. Надо там что-то такое. Гнездо уничтожить. Но пока ещё команды нету. Генерал решает что чего-то. Сидят ребята. Которые готовы туда идти. И такая благостная картина. Ну хоть пиши. Василий Тёркин на привале. Вот. Анекдоты расскажут. Василий Тёркин сейчас появится. Вот такая. На востоке области туман. Горы занавешаны туманом. По горам плетётся караван. Нам с тобой идти за караваном. Но пока на базе мы сидим. Курим в ожидании командира. Горький военторговский помир. Прикорье горного помира. Где маршруты судьбы. Верстовые столбы. Не укажут в дорогу к победе. На маршруте судьбы. Не пишут в дороге. Только король и мы. И никто ни за что не ответил. Генерал вызвать командир. Уточнять маршруты и задачи А мы сидим, глядим на этот мир И маршрут судьбы не обозначен Вот такая, братцы, постарай На войне есть тоже постарай Занесло ребят в такую даль И они от родов не бывали Где на маршруте судьбы Верстовые столбы Не обкажут дорогу к победе На маршруте судьбы Только горы и мы И никто ни за что не в ответе Он вышел на задаченный комбат Увеличить требует бакашки А орла, что в воздухе кружает С высоты он кажется букашкой А не добычусь телегон И в орлах плевать на вертолеты Ночью турбину скорость залегут По небу в небо наш уроду Где на маршруте судьбы Верстовые столбы Не обкажут дорогу к победе На маршруте судьбы Только горы и мы И никто ни за что не в ответе Внизу раскинутся поля Стеганым лоскутным одеялом Скутная, но все-таки земля Лучше, чем снега за перевалом Нас первушки высадят, уйдут Прогнев от ужина винтами Мы, друзья, не встанем на маршрут Путочка, это там, под облаками А на маршруте судьбы Верстовые столбы Не обкажут дорогу к победе На маршруте судьбы Только горы и мы И никто ни за что не в ответ А на маршруте судьбы Только горы и мы И никто ни за что не в ответ Аплодисменты Ну там понятно, я начал идти Ну вот это да Война еще не кончилась Так что это то, что происходит здесь А здесь происходит Нам не дают ставить памятники Писать на них И поименно погибших в Афганистане Первый памятник поставили По-моему в Башхабане Или в Барнауле В военные врачи На нем надпись Мы с тобой в одной крови Это военные врачи Афганцы поставили памятник Потом закладка камня Ленинградского Валерийского Города Москвы Там ничего Потом Перова Потом Зеленоград Зеленоград Ну много было Потом сейчас пишут В Беларуси писали сразу Там под Витебском Там и есть ревариал Витебском Поименно Но Поименно Военкомат не давали справки Закрытая тема Вообще-то до 1984 года Здесь похороненных в России Ребята В Советском Союзе Не давали ставить Писать где погибли В 1984 Писали в ЦК Было разрешено Ставить пирамидки Да Как положено Со звездой Писать погибли Приполнение служебного долга А Бог не стали молчать Вот такая Ах, Алешка, Алешка Вот и кончился путь Не хватило немножко От беды отвернуть В Кишлаке под Гератом Придорожный пыль Под разрывом снаряд Двадцать лет пролегли Алешки, Федрюшки и Сашки Пропавшие потом тележки Давай по последней затяжке И что там вдали Далеко, далеко от дома В суровом краю незнакомо В тропою военной сверцовой Мы вечером ушли Ах, Алешка, нушка Вот и кончился круг Да, по мать, у окошка Только ойкнула вдруг Да, соседская зойка Вот и берев, забери Только полокола горько Без ленца Ах, Алешки, Сережки и Сашки На камне гранитом ромашки Приходят сюда первокалашки Встречают зарю И правда, что память Ах, Алешки и Сашки Да? Да ладно А сколько я помню? Так Мне интересны поэты песни В 88-м году написали Начался вывод И все ждали, что они будут живыми Вернутся домой Ну еще год потерпел Было вранье полное Что кто-то сюда Значит, меня Что старослужащие Кто уже по году, по двадцать служил Сержант, солдаты Они, мол, чтобы молодежь не брать туда Афганистан Что они, значит, сами вышли Желание дослужить еще полгода Ложки Препропаганда полнейшая Я ехал со старшим сержантом На, значит, походный номер тринадцатый БТР В колонне Всей колонне Всей ввозь, которая вводилась Впереди шла 103-я дивизия Сворачивая собой корпосты В 89-м году Ехал сержантом Пересел в кабин Он на земле Весь югкут набитый вещами Контрабандами Политоделы дивизии 103-й Громов Он на меня обиженный был Громов снял с него Новый, только пошитый Для вывода Варшавку А я порный такой Че у меня? В посольстве дали вот такие штаны И Громов Снимайте с себя Отдайте его розы И я в полковничьих погодах Все по росту подошло Сижу на броне Он только до конца подъезжал Чтоб я не помпачкал только Я говорю, да, не помпачкай Я пересел, чтобы не трогал сержантом И сержант мне сказал Товарищ полковник Нам приказали и мы остались Правильно сделано Че нам? Мы же обстреляли А че мы лады сюда? Под вывод? Прошел песочкой За Доринки В общем-то Ну вот это вот Рассказывает песню много лет Пел в Кремле Мой любимый и уважаемый певец Лещенко Ну и рассказывал Вот как он в колонии выходил Он там с солдатами сидел У костра И пел Как будет Будем жить, когда кончится война А я сидел в зале Слушал Чего ты несешь? Это я не пошел в официентскую баню В полковочную погону Полихумря А с солдатами, с которыми ехал У меня вот спирт Весь экипаж Это 13 номер похода Для БТРа Мы значит И старший сержант спирт Они мне от каши какой-то Черт есть Маслом пушечным По-моему Там Ну вот Из пайка солдатского Что-то сварили там И сидели Все это и ели Все это пролёт Притащили гитару И что-то сделано Непонятно там Вообще И что-то пели Причем Лещенко Рассказывал сказки Я ушел Глядом И не хожу больше Я в Кремль Никуда на них не была Значит А вот эта песня Совсем Ну нельзя петь О том, что ты не знаешь Твои же мысли Чего тебе Заплатили тебе там 150 тысяч долларов Ты ты и поешь Чего тебе скажешь Хорошо поешь Глядь ничего тебе скажешь Ну не надо Мне не хочешь Чего-то не видел Чего-то не знаю Чего мы думали Розенбаум там Чего-то медаль Кобзон потел Своим политикам В общем В тройке парик Плюс 52 Там песни пел Хорошие Правильно Хорошие Кобзон Розенбаум Розенбаум Вообще Я с Розенбаум Лично с ним знаком Он тогда плакал Что его заставляют Петь Чего-то не хочет У Михайловича Доби На Каштаянце Когда он приезжал В Питере Оставился Мой друг Командир Михайлович Мы там Видим Все разные песни А в том Ничего не спорят Они ничего не помнят Они вообще Как и наше правительство Обещал Лечь на рейс Ложи Дед Точно А этот тоже Меры какой-то нет Вот этих Странных ребятишек Ну не важно Сейчас ноги так поют Ничего не знаю Но поют О чем не знаю Я там не видел Ну не важно Ну вот такая вот Песня Когда мы на земле Опустимся с горьми Когда замолчат Автомат Когда отпылает Последний костер Какими мы станем Ребята Когда отпылает Последний костер Какими мы станем Когда раскаленный Остынет гранит Когда отгремят Камни падают Когда наши души Любовь исцелит Какими мы станем Какими мы станем Ребята Когда наши души Любовь исцелит Какими мы станем Ребята Когда мы вернемся В ростолье берез Где память Стреножить Не надо Где высохнет соль От непролитых слез Какими мы станем Ребята Я высохнет соль От непролитых слез Какими мы станем Ребята Какие удачи Еще впереди Какие нас ищут Награды Когда отойдет Отомрет От болит Какими мы станем Ребята Когда отобрет Отойдет От болит Какими мы станем Ребята Когда заболит Непогоде плечо Пробитая возле Герата И память толкнется Песок горячо Какими мы будем Ребята И память толкнется Песок горячо Какими мы будем Ребята Песок горячо Песок горячо По горам лазили Бесантурат Или солдаты Пехоты Вот и пехоты Вот сидят сюда Горы Вот туда И пошли Горы сапогами Топые Тогда же первый год И вообще И кроссовок-то не было И кет-то Вот сапогами Песок горячо Песок горячо И выполняют задачу И выполняют задачу Но эта песня Тогда Водрости духа Смысл такой Чтобы не было Плевать Улыбайся И думать о чем-нибудь хорошем Вот и думать о чем-нибудь хорошем А что на самом деле Тебе расскажешь потом Но не важно Если вам однажды Перед рейтом в горе Не досталась сказка И бронежалет Вспомните, что где-то Бродит вовсе гол С вами в общем Незнакомый Снежный человек И улыбка Без сомненья Вдруг коснется Ваших глаз И хорошие Настроение И не покинет Больше вас Если вы С обрыва В голубые дали Полетели Лихо Камни догоря Вспомните, что раньше Вы так не летали И как видно Больше Вам так не летали И тут улыбка Без сомненья Вдруг коснется Ваших глаз И хорошее Настроение Не покинет Больше вас Если вас В дугане Нагло Обманули Если гнев Невольно Сердце К вам Проминет Вспомните, что Ваши Автоматики Пули Их на все Дуганы Вспомните Вспомните О них И тут улыбка Без сомненья Вдруг коснется Ваших глаз И хорошее Настроение Не покинет Больше вас Больше вас Вот если Вас За ногу Кобра Укусила Если Жить Осталось Вот так С полчаса Попалите Бог Соберите Силы И как В детстве Начинайте Мерить В чудеса И тут Улыбка Без сомненья Вдруг коснется Ваших глаз И хорошее Настроение Не покинет Больше вас Лично я считаю Самый трагический Последний Самый горький Но ничего Не поделать Если Вам замены Нету Из союза Если Не пускай Свидеться С женой Вспомните Ребята Робинзона Круза Как 12 лет Вот с одной Козой И тут Улыбка Без сомненья Вдруг коснется Ваших глаз И хорошее Настроение Не покинет Больше вас И хорошее Настроение Не покинет Больше вас Так Длинная песня Не вручаю Что я помню Очень длинная Но она Как бы тоже Суть Того Чем мы там Я считаю Что песня Ваня нужна Хорошая песня Не важно Какая Блатная Матерная Нематерная Главное Чтобы Задушек Царапал Как мой друг Говорил Вадим Все Вот эта песня О песня О несовместимых вещах Называется Автомат и гитара Эта песня Автомат и гитара На афганской войне Кто-то скажет Не пара Там романтики Нет Я не спорю Поверьте Но хотел бы спросить Вам когда-нибудь В рейды Наводилось ходить Вы считали Недели До отлета Домой Вы когда-нибудь Ели Сухбаек Фронтовой Не в туристских Походах Не в ночи У костра Там беднее Природа Посильнее Ветра Там романтики Нет Романтики Нет там Есть работа И кровь Кто-то верил В победу Кто-то верил В любовь Кто-то знал Что вернется Да упал под огнем И струной Отзовется Наша память Нам не ведавшим В романтики Нет причины Вы спокойно Живете Нам уж так не прожить Нам не выйти из боя Не вернуться назад И гитар не настроить На гитаре На гернический лад Боевые гитары Я вам песню пою Да, гитара Не пара Автомату в бою Но презрев все законы В этом мире скупом Вы горели с колонной На ровне с игроком Поздыряли пули И осколки зекли Грифы тонкие гнули Космовать не могли Их давили от союза А вы в руках у солдат Доказали, что музы На войне не лучше Автомат и гитар На афганской войне Кто-то скажет Не пара Не типичный дуэт Я не думаю спорить Петь о том или не петь Мне гитару настроить Надо к бою успеть Полнышный тост Печня проживается Выходил я На самом конце Со 103-й дивизии Гвардейской витебской отцены Она сворошила с собой всю армию Уходила И я с ней В распоряжении у командара Громова Пустили меня И поэтому Вы не обижайтесь, ребята Там написано Про десантник Витебской Витебской давали Но десантники были Вообще-то это про всех Про нас Мы все кого-то потеряли Даже те, кто-то не был на войне Кто-то кого-то потерял На этой войне Полнышный тост о том Как Плохо, конечно, пить в одиночку Но бывают моменты Когда приходится Думаю, что Та же полнышный тост Я поднимаю тост За друга старую Из которой вместе шел Через войну Земля дымилась Половилась пожарами Мы мечтали служить тишину Я поднимаю тост За друга верну Суровый от собрата моего Я бы не вернулся С той войны, наверное Когда бы рядом не было его У средние патроны Сигаретели По полам Делили пополам Одною плач-палаткой У согретые Успали красиво снилось И сколько бы мне Жизнь не отпущена Куда бы мне запросила Судьба Я помню, как однажды Друга лучшего Сверла со мной Авганская тропа На старой фотографии Любительской Еще до свидания Так не остыд Стоим мы Два десантника Из Витерска Устала Улыбаясь Как их объектив И я гляжу К лету К пошлю А свеча горит И тает стерей День последний Верий Залежит Тот день Пожел Праздною Праздною А за окном Начинает тьма Колышится Вближу на фотографии Курю И мне охрипший голос Друга слышится Живи А я прикрою Как в бою Рассвет Сает над городом Пожарищем По улицам Трамваями За меня Я пью вино За старого Товарища А был бы жив Выпил За меня Рассвет Сает над городом Пожарищем По улицам Трамваями По улицам Как в бою Вино За старого Товарища А был бы жив Выпил За меня Мо-о-о 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 Мо-о 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Там интересно, значит, когда подошла основная колонна, практически вся армия свернутая, она двумя путями выходила, через Шентак на пушку и на Хайратон на Термес. На Термес выходила колонна. Первым появилась комендатура. Все приказали сдать трофейное оружие. Сейчас. Все остальные Хайраты напрятны. Я бегаю в этом самом мундире полковича, который за мной бегает на очпой ветерской дивизии, пытается меня это снять. Я говорю, дай я еще покажу немножко. Отдал ему два трофейных пистолета, которые посольство надели. Один такой наганчик маленький, самодельный, а другой ТТ. И целая коробка троферов, коробки постюардесс. Это я монтал, она успокоилась. Хороший мужик, он потом стал в ДОСАВ начальником в ветерской. Ну, я разделся, дотал свою хламину. Вообще, как бомж афганский, который где-то украл экипировку. И как бы мне добраться на ту сторону-то? В УАЗике четыре серьезных мужика. Едут три таких. Вот что-то глядят. Нематенько, все якобы дают трофейное оружие. Растели одеяло, плащ-палатки, стали что-то выкладывать. А я пока искал такой хаплёж, обмой его от макара, гранаты без чеки, там еще в песке, там много чего было в Харатоне. Потом подразделители на меня долго смотрели, забрали, я пересек такие границу, значит, и встречал колонну уже на том берегу. А тогда, значит, утром комендачи свои БТР предоставили, новенькие вот как-то лакировали, даже колес по гуталину, покрашенные все резином было, да? Кто пришел, вот там, командир разведбата, я его научил, два Валера, два комбата, да? Который пять лет, кажется, просидел в этом Афганистане, вот на их протранспортере, я их нашел, в колонне стояли, там уже все вместе, ночью. Потому что эти машины не показывали никому, и мы там стали пить, ну рвать такая вот, едут ночью. Потом на нас напустили толпу журналистов, все попрятались, у кого-то журналисты интервью брали, а мы спирт пересидели. Ну вот, лучше его откликнулись в Русской Православной Церкви, была большая статья в газете «Правда», и совсем никак правительство, как встречает второй секретарь Туркменистана какого-то узбекистана. Вывод позорный был, и главное, тут на беде показывают, как с гренадой, которые просто в крови утопили американские гренады маленькие, остров маленький государ, утопили в крови, как встречает герои национальные, а мы и так тихоря. Чтобы не видел, комендатур дала новую форму, а он сама себе одел, такие под речком сидели, и особенно пятнадцать, там все было кандидат. Ну, когда уже громко докладывал, там, а вот шестого января, февраля, вернее, девятого, было все как новая идея. Ну, плевать на них, там, на организаторов. Я написал на выводе, вот на этом песне, называется «Ограничный контингент». «Котингент АКСВА». Я видел татуировки вновь, но АКСВА, и я вижу, что это наше свой долганец. «Ограничный контингент советского войска, хохнистальной оправиатуры». «Та война нам казалась вечной, Девять долгих световых лет, Автоматы швырнов за полечки, Возвращается из-за вечки, Ограниченный контингент, Ограниченный контингент». «Нам побед и потерь, Хват нас не встретит с салютом столица, Сколь вспомянут столбцы газет, Были пот на усталых лицах, Возвращается из-за границы, Ограниченный контингент, Ограниченный контингент». «Нам побед и потерь, Хватала, На войне привилегий нет, Ни солдату, ни генералу, Поедина судьба связала, Ограниченный контингент, Ограниченный контингент». «Будет память-то свой, Аранима, На сегодня на грусть запрет, Вот колонны проходят мимо, Посмотри за глаза любимым, Ограниченный контингент, Ограниченный контингент». «Девять лет нам казались, Голос вечный, Перед новых свинцовых лет, Автоматы швырнув за плечи, Возвращаются из-за речки, Ограниченный контингент, Ограниченный контингент». «Тюльпаны на броне» 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 «Тюльпаны на броню» «Но лишь вчера последний командир» Сто метров между миром и войной, Сто-сто метров, грустнувшую лекою, И генерал, усталый и седой, Прощается с последней бронёю. Тюльпаны на броне, прекрасен этот мир, И нет света летящего в догонку, Но лишь вчера последний командир, А последнюю отправил в похоронку, Но лишь вчера последний командир, Последнюю отправил в похоронку, Последний раз в огне оглянись, И поведись, коль есть за что виниться, И памяти ушедших поглянись, Что это никогда не повторится. Тюльпаны на броне, прекрасен этот мир, И нет света летящего в догонку, Но лишь вчера последний командир, Последнюю отправил в похоронку, Но лишь вчера последний командир, Последнюю отправил в похоронку, Вот захлебнулись радостью сердца, Но радость на мгновенье переспоря, И нет света летящего в догонку, И нет света летящего в догонку, Последнюю отправил в похоронку, Аплодисменты не люблю, Но это страшно, Но мне административные отношения посоветовали, Потому что запета она, У нее песня история даже сказала, Просто противно становится, Для меня важно даже не то, что кто-то укрыл кого-то, считал другом, там, приписал на себя, там, все это дело изменил. Но она пошла гулять, так и гуляла, мне главная суть этой песни. Взял головпур и испогалил. Разница, кто виноват перед нами, перед воевавшим в Афганистане? Афганская земля? Какого черта мы туда пришли, не они кто? А вот что, великая держава, понятно кто, но политкорректность задолбал. Я не подчинялся главпурам, никаких политруков у меня не было. Напрямую подчинялся генералу Андропову, своему непосредственному начальнику. Даже мистер Абрам не подчинялся. Зачем же, если меня не отдергли мои генералы-начальники за эту песню, зачем кому-то править? Ну, много историй, потому она мне не нравится ужасно, но я ее спою, потому что вот это вот, как бы, получилась квинтэссенция окончания войны, самое самое. Мотив, конечно, не такой, к которому все привыкли, авторский, который был в самом начале. Но видишь, что он очень похож, но я не заканчивал весь жесткого факультета военной академии, как и автор всего этого. И великий институт не заканчивал, и была бурой, да? Никогда я, слава Богу, им не был никому. Поэтому спою, как умею, как пел. И великий институт не был внутренний к север. Девушки отдыхают Великая держава, испугешь слезы матерей Нам вернуться сюда, может быть, не дано Сколько раз векло в этом долгом походе И дела не доделаны полностью Мы уходим, уходим, уходим Прощайте горы, вам бедней Какую цену здесь платили Врага какого мы добили Каких оставили друзей Вдруг спиртовые трусы, дели на троих Столько раз рассыпело, легко нас лет сводит Эти тосты, даже ветер на склонах Затих, мы уходим, уходим, уходим Прощайте горы, вам бедней Что мы имели, что надо дали Надежды наши печали Как уж живутся среди людей Географии наши В полудюжины строк Социологи в тисто Сейчас они в моде Только разве под власти науки Восток мы уходим С востока, уходим Прощайте горы, вам бедней Кем были мы в краю далеком Пускай не судят от набока Из кабинет и грамотей Аплодисменты Аплодисменты Это уже отжимает, понятно Дальше тут Песня, которая в следующий раз Это вот к тому, что надвигается Газовщина первого парада победы Песню «Как помнил мой отец, как мне рассказывал, как чувствовал твою» Я и так и написал очень низкая песня Я в следующий раз пою А сейчас хочу закончить То, с чего начал вот эту всю войну афганскую Да, с песней про Шерен Созывается «Адарь» Еще раз скажу, что и так потрясают Вот Бои, походы Кишлак взяли, кишлак отдали Как вот величие вечных гор Вот таких вот Это кендукуши, снегу, вечно Им плевать им на нас, на этих Мы же меньше муравьев Он смотрит там, семитысячников, несколько Восточные кендукуши Дед, что широкий Чего в широте отбегают Кто-то кого-то стреляет, смотрит Миллионы лет Он говорит Батьев ваших детей Хоми сапицев Какого хрена Никто себе подобно, кроме вас, только не убивает Чего вам надо вообще? Вот я Смотрю на Украину И вот этим взял Пытаюсь представить себя Какого хрена не было То же самое Десять раз был Опять на те же Брыжки сарая На те же Грая Рациональный вид Наши русские Ну, а скоро олимпические Будет Ну, это Да Ну, значит Питали лирические Тут ребята из каскада ветерана Такие были Они хотят вальс сделать Полгода хотят Но ничего Пока не сделают И получается вальс В белом снегу Их стоит увидеть Вот у нас вроде Их брус видел наш Да? Там где-то Арарат Там я откуда-то Ну, не то что-то Какое-то Вот чего-то не то Хотел сказать Не русское Ну, не афганское На самом деле Такое И где не было Что-нибудь на штатах Там видел Какой-то дурацкий Там Драк Нет величия Как бы не освещена Крой его Там Ни войной Ни честной Не советской Не советской Что-то такое Да Буржуаз А здесь вот Такой простой Я почти позабыл Все бои И походы Но вот отчего-то Забыть Не могу Как стоять Подпирая Небесные своды Горы в белом снегу Горы в белом снегу Как стоять Подпирая Небесные своды Горы в белом снегу Горы в белом снегу Мы карабкались ввысь Как на исповеди к Богу И прощая грехов И тебе Не врагу И взирали на нас Молчаливо и строго Горы в белом снегу Горы в белом снегу И взирали на нас Молчаливо и строго Горы в белом снегу Горы в белом снегу Ведь он с горшкой Веками Лежит на вершинах Где ни троп не сыскать Ни проезжих дорог Недоступен не таком Ни брони машинам Только стертым подошвам Солдатских сапог Недоступен не таком Ни брони машинам Только стертым подошвам Солдатских сапог И тогда загорелись огнём перепады, И от срывов трещала роня ледников. И в жестоких боях нам земли не хватало В этом море огня и холодных снегов. И в жестоких боях нам земли не хватало В этом море огня и холодных снегов. Я немало ходил по морям и по сушам, И в чужой стороне, чужом берегу вспоминал почему-то Хритпыгин, Дугуша, горы в белом снегу, Горы в белом снегу. Вспоминал почему-то Хритпыгин, Дугуша, горы в белом снегу, Горы в белом снегу. Хритпыгин, Дугуша, горы в белом снегу, И погуда я живу, Никогда не забуду Эти горы в снегу, Эти горы в снегу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вас большое За вашу теплоту, за вашу стойкость. Два с половиной, кстати, другое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам большое Если будет Варковь, приходи к 31-м. Обещаю, будет одна лирика, никаких там. Только любовь, никакой войны, никакой крови. АПЛОДИСМЕНТЫ